Первое сентября. Во всем Бресте, в каждом районе шумели школьные линейки. И вроде бы со стороны все они выглядят совершенно одинаково. В линейку выстроенные ученики, учителя, плачущие родители, ведущие у микрофонов, музыка и песни. Но если задуматься глубже, главное это то, что в этот момент испытывают люди и то, что они запомнят об этом дне. Ведь первое сентября 2021 года уже никогда не повторится для них. Учеников 23-й Брестской средней школы. Просто садик это для детей, а когда идешь в школу, становишься умным и можешь всех победить. Мне было одновременно и страшно, и хотелось. А ты вообще как считаешь, школа нужна человеку? Да. Почему? Ну, чтобы учиться. А еще? Еще? Ну, дружить. Персонал школы активно готовился сам и готовил школу к долгожданному сентябрю. Много сделано, но много планов и на предстоящий год. Например, капитальный ремонт столовой. Также есть и нововведения. В школе открыто три десятых класса. Один класс профильный, с повышенным обучением обществоведения и иностранных языков. И два класса – это классы с обучением, с профессиональным обучением при колледже связи. Наши ребята осваивают мальчики профессию электромонтера, а девочки – профессию секретаря. И на выходе мы имеем рабочие специальности. Особым гостем на празднике детства в 23-й школе в этом году стал глава администрации Московского района Андрей Филанович. Он поздравил ребят, поделившись напутствиями на этот учебный год и отметил позитивный прирост учащихся. Задача, самое главное, что начать учебный год, для того, чтобы дети постигали новое знание. Большой выбор будет у выпускных классов. Они стоят на сложный выбор дальнейшей профессии. Я уверен, что дети со своей задачей, которую они себе поставили, удачно справятся. И достигнут те цели, которые они себе поставили. Ну а в целом идет же у нас прирост по ученикам. Там где-то по последней, даже с прошлым годом, в этот учебный год, в целом по московскому, где-то на 1300 больше идет. Это прирост по первым, по пятым классам. Поэтому это радует. Особая гордость 23-й школы, как и любой другой, это выпускники-медалисты. Им настоящий пример целеустремленности школьников. В 23-й школе идут на золотую медаль три человека и один на серебряную. Уже в июне кого-то из них ждут долгожданные награды. А пока последний марш-бросок длиной в 9 месяцев. Я абсолютно не принимаю тот факт, что я учащаяся 11-го класса. Я не могу до сих пор поверить в том, что это мой последний год в школе. Я очень надеюсь, что этот год будет для меня самым запоминающимся, чтобы я вспоминала школу с самыми теплыми эмоциями. Золотая медаль – это для меня награда за старания в учебе. Это награда за то время, которое я провела, готовясь к урокам, готовясь к этим дням. И, наверное, это просто награда для меня. Спасибо большое также моим учителям. Уже на подходе к средней школе номер 16 чувствовалось, что здесь настоящий праздник – День знаний. Первоклассники на первую линейку в своей жизни спешат вместе с родителями. В одной ладошке, держа руку мамы или папы, а в другой – большой букет ярких цветов. Старшеклассники в это время торопятся встретиться с друзьями и поделиться впечатлениями о прошедших каникулах. Во дворе царит праздничная суматоха, а волнение витает в воздухе и передается каждому присутствующему. Но больше всех переживают, конечно же, родители и малыши, для которых День знаний стал началом нового этапа в жизни. Просто очень интересно, что она сама очень предвкушает. Она этого очень долго ждала и проснулась раньше времени ночью, потому что, мама, может, нам пора уже одеваться? Может, а, я иду в первый класс, а ты счастлива? Я говорю, я за тебя счастлива, что ты счастлива. Мы идем в первый класс, мы полны эмоций, счастья и радости. Мы долго собираемся. Артемка, как мы готовились? Я готовлюсь, я очень волнительно, и мне нравится идти в школу. Да, первоклассники, которых в этом году в среднюю школу номер 16 придет 110 человек, с волнением предвкушали, когда же их примут в большую школьную семью. Первый звонок они ждут с особым трепетом, хотя зазвучит он не только для тех, кто впервые переступит школьный порог. На торжественной линейке волновались и девятиклассники, ведь для некоторых из них это станет последней ступенькой в их школьной жизни. Лето пролетело очень быстро, и было как-то неожиданно встретиться с первого сентября. Волнительно больше это подготовка к экзаменам, вот это вот все, это же первый раз. Экзамены и главные контрольные работы. Кто-то же заканчивает девятый класс и потом идет в колледж. В торжественно-волнительном настроении прибывают одиннадцатиклассники. Этот год для них особенный, ведь впереди их ждет не только подготовка к централизованному тестированию, но и определение своего дальнейшего пути. Волнительно, торжественно и, наверное, важно, как и для меня этот выпускной год, так и для ребят. Мы долго шли к этому. И все силы в этом году, правильно, девчонки, мальчишки, мы направим именно на то, чтобы в этом году подтянуть свои знания, подготовиться к выпускным экзаменам, подготовиться к вступительной кампании. Без традиционных фотографий и селфи на фоне школы с букетом цветов не обошлось, ведь каждому хотелось сохранить в памяти этот яркий и праздничный день. Поздравить ребят с началом нового учебного года собралось руководство школы, родители, ученики и, конечно же, почетные гости. Глава администрации Ленинского района города Валентин Милашевский. В этом году в школу идет 12 400 детей в Ленинском районе. Это приблизительно 300 человек больше, чем в прошлом году. У нас 1307 первоклассников, это 51 класс. Это радует, что есть дети. Все сертификаты готовности школ, детских садов подписаны. Мы готовы к приему детей. И, конечно, спасибо за это и нашему бюджету, государству, спасибо и родителям, спасибо нашим шефам и спонсорам. Мы общими усилиями подготовили наши школы к новому учебному году. С праздником, с Днем Знаний! От всей души поздравляют учащихся областного центра корреспонденты БУК-ТВ. Продолжение следует...